Уже наверно сотни модификаций и всеразличных столов протяжки существуют в интернете. Но есть одна проблема. Многие мне пишут что на первый взгляд такой простой станок очень заморочен и выходит дорого в изготовлении. Всеразличная электроника, дисплей, шаговый двигатель, блок питания, микроконтроллер наконец. Работая с которым нужно знать какие никакие азы программирования. Очень затрудняет сбор этого станка не посвященных во всю эту физику. Привет, привет, здравствуй мой друг. Давай я сегодня попробую собрать что-нибудь попроще. Поехали! Собирать станок я буду наполовину схлама. Например вот эта фанера уже от никому не нужных тумбочек отлично подойдет. Когда-то в моем распоряжении был вот этот советский видеомагнитофон. Ух и огромная штука! Посмотрите какой 10 килограммовый видеопленочкой он питался. Кстати, а может быть попробовать напечатать из нее что-нибудь? Как ты считаешь? Пиши букву под видео. Из этого вида камня приглянулись намоточные валы. Ну а почему бы не воспользоваться уже готовыми комплектующими? Конечно без Владимира здесь ну никак не обойтись. Так что перемещаюсь к нему в мастерскую. Сам вал изнутри был конуснообразный. Пришлось расточить под интересующие меня подшипники. Да кстати подшипники я взял тоже с помойки. Я снял их с выкинутой коляски. Если кому интересные размеры могу дать. Хотя по-моему они у всех колясок стандартные. Владимир с легкостью впрессовал их на своем могучем станке. Очень мне нравится фанера. Податливый крепкий материал. Конечно же если у вас есть кусок нормальной фанеры. То вы с легкостью себе можете вырезать интересующее вас основание. Ну а мне приходится делать из того что я нашел. Тем самым ограничиваясь в размерах. Да и не заморачивайтесь что я снял уже готовый вал. Такой вытягивающий вал с легкостью можно напечатать. Да и конечно же это будет намного проще чем применять к детали токарные работы. Пришло время напечатать тяговый механизм. Но к сожалению на моем малыше его не напечатать. Ведь одно из зубчатых колес диаметром 25 сантиметров. Но конечно же у меня есть кое какое решение. Сейчас покажу. Компания Kingroom прислала мне очередной классный подарочек для моих самоделок. С областью печати по XY 300 на 300 миллиметров. Как раз то что мне нужно. Не бойтесь обзоры я не буду делать. Я просто попробую запустить его с коробки. И это оказалось сделать очень легко. Открутить транспортировочные болты. Прикрутить четырьмя болтами OSZ ключами которые идут тоже в комплекте. Подключить несколько разъемов. И принтер готов к работе. Остается выровнять только высоту стола. Предварительно нагрев аппарат до тех температур каким полимером вы собираетесь печатать. Ну а теперь немного игры 3d моделирования. Я использую самый простейший редактор. Но не нужен тут solidworks. Ведь задача проще простого. Печатать я буду конечно же ПЭТ пробком натянутый из бутылок. Да у меня остались копики запасы вытянутого ПЭТ материала. Этот материал хорош тем что его не жалко на печать черновых например каких-нибудь работ. Или для того чтобы посмотреть а как же деталь вообще будет выглядеть. Не в виртуальном пространстве. Ну и самое главное его не надо покупать. Из остатков кусочков от предыдущей печати я напечатал деталь двухцветной. Немножко только с температурой ошибся или обдув не включил. Первый тест с печатью из ПЭТ бутылок показал себя отлично. Очень тихо работает. Большое зубчатое колесо обошлось мне 8 часов печати и 17 метров помойной ПЭТ бутылки. Представляете сколько по времени обошлось бы это в токарных работах. Датчик обрыва я обманул вот таким способом. Но не нужен он мне на данной печати. Зубчатое колесо отпечатал с первого раза. Скажем так без всяких происшествий. Засора сопла, толщины филамента, ну любых других геморроев. О которых вы знаете кто печатает ПЭТ пластиком. Можно было отпечатать целиком этот вытяжной вал прямо единым куском. Без всякого соединения на болты. Так что если кому будет интересно, возможно я и разработаю модель цельного вытягивающего вала. Да что то я сэкономил. Ширину наверное больше надо было зубья делать. Ну да ладно, если что перепечатаю. Ну а теперь поставим движок. Буду ставить вот такой небольшой синхронник на 220 вольт. Хотя он не 220. Это не дорогой мотор с прекрасным редуктором. В моем случае мотор будет выдавать 20 оборотов в минуту. Регулировка мотора у меня не предусмотрено. Но особо то оно зачем. Конечно же время покажет. Возможно мне придется поставить частотник. Но нам же нужно сделать как можно дешевле. И очень очень проще наш аппарат. Чтобы любую эту детскую схему смог повторить. Самая высокая часть определена. Это двигатель. Теперь надо сделать какие-то ножки. Буду их делать вот из этой рамы от советской аппаратуры. Какой раньше богатый был советский союз. Я до сих пор пользуюсь остатками этой сверх развитой цивилизации. Рамная конструкция этих блоков. Подошли как будто для этого станка было все сделано. Но бывают же такие совпадения. Вы сразу скажете. Ой да у нас нет такого. Если ты самодельщик. Попробуй сходи хоть раз в пункт приема металлолома. И за небольшую плату поверь. Ты найдешь там все что тебе нужно. Главное не лениться. Мотор работает почти бесшумно. В отличие от самодельных редукторных сборок. Силовая намоточная часть работает. Руками его так просто не остановить. Теперь приступим к нагревательной части. Хотелось сделать вот из этого клеевого пистолета. Скрыл там нагреватель сантиметр на полтора. Ну куда это не разогреть я думаю. Давайте попробуем сделать нагрев с помощью вот этого кольцевого тена. Но тут конечно нужно точить. Отправляюсь к Владимиру. А Бендер пока пусть покатается. Эх как выглядит этот красивый материал. Почти как золото стружка получилась. Теперь я разворачиваю и вот эта вот риска должна быть ровно напротив. Конечно я не токарь и не знал что таким способом можно сверлить. Ну да по центру я еще понимаю. Ну чтобы сделать отверстие со смещением. Тут наверное нужен неплохой токарный опыт. Владимир высверлил не только нужные мне отверстия. А еще и нарезал резьбу не вытаскивая детали из станка. Я уже показал это видео в инстаграм. На что ребята мне ответили. Ой да где мы все это возьмем? Это только у тебя помойки такие. Ребята ну включайте фантазию, умышление. Чем это все можно заменить? Например раму от советских плат ты можешь заменить дверными ручками за 10 рублей купленный фикс прайс. Выточенный нагреватель банальной водопроводной заглушкой за 30 рублей. Ну а саму силовую бобину которую я снял с советского видеомагнитофона да просто распечатать. Так что желание и групповое обсуждение таких вопросов всегда приводит к положительным результатам. Настало время побаловать электроникой. Это так называемый станок протяжки. Электроника конечно у меня будет самая что ни на есть простейшая. Заказана на Али. Это REX100 пропорционально интегрально дифференцирующий регулятор. Так называемая бесконтактная реле и термопара. Ну конечно же самая важная деталь это тумблер. Шаг резьбы термопары 1,25 миллиметра. Такой редкий метчик я к сожалению не нашел в городе. Так что закрутил датчик в резьбу 1 миллиметр. А с противоположной стороны поджал его потайным болтом чтобы теплоконтакт был как можно больше. Универсальный PET материал везде прокатывает. Нужно включить только фантазию. Вот и в качестве крепления пит регулятора фрагмент от PET бутылки неплохо послужит. Осталось подключить провода и их даже паять не нужно. Все крепится на болты. Я даже схему выкладывать не буду. Тут ну очень все просто. Да и в интернете их полно. Теперь нужно намутить сопло. Попробую рассверлить сверлом по керамике. Эх конечно все это надо делать на токарном станке. Ну давайте попробуем в домашних условиях. Само сопло я тоже буду делать из мягкой стали и в качестве сменного болта. Чтобы можно было пробовать разные диаметры. Начиная от 0,5 и заканчивая тремя миллиметрами. Скажем так для испытательных целей. Владимир я посмотрел что он практически любой металл сверлит. Добавляю немножко масла в целях сохранения сверла. Сверлить я буду диаметром 1,6 миллиметра. Ну а вот так выглядит сверло по керамике. Не думал я конечно что ее можно сверлить металл. Что-то похоже на сопло получилось. Ну кривовато. Это не беда. Я его переделаю. Надо попробовать испытать работает ли оно вообще. Осталось допечатать недостающие задуманные детали. Стол принтера утеплен с завода. Редуктор экструдера вроде один к трем. Так что у него здоровья хватает пропихнуть и кривой филамент. Посмотрите насколько этот аппарат больше своего брата. Если ты захочешь посмотреть ценник на этот замечательный принтер КП5. Оставлю ссылочку со скидкой под видео. А вдруг он тебя возбудит. Пока печатается. Сделаю прибор чуточку красивее. Воспользуюсь остатками от донорского телевизора. У которого была убита матрица. Если вам интересно откуда я беру такие материалы. То предлагаю посмотреть как заработать некое количество денег одной отверткой. Подсказка должна быть сверху. На моточной катушке такого плана я тоже делаю временно. Так как планирую вытянуть филамента на новом станке. И уже напечатать их несколько штук. Ну и совсем забыл про удерживающую стойку для сырьевой ленты. Попалась мне вот такая шплика от принтера. Попробую найти ее применение в моем собираемом станке. Филамент из PET одного цвета у меня закончился. Так что уже начал печатать остатками. Решил я все таки напечатать название другим полимером. А именно который я сделал из автомобильных габаритов. Интересно! Можешь посмотреть тоже у меня на канале. Клея применяю конечно же самодельный, сделанный из поликарбоната. Это скажем так базовая модель. Будет еще не одна доработка. Например укладчик ровных слоев и автоматика выключения после протяжки. Протяжка надеюсь готова. Теперь давайте подготовим сырьевой материал. Я мог поставить бутылкорез прямо на станок протяжки. Конечно это было бы хорошо в том случае, если бы я протягивал одну PET бутылку. Но я собираюсь соединять ленты. Как это сделать покажу в моих будущих видео. Сейчас конечно не позволяет скорость, но очень высокая 20 оборотов в минуту. Мне кажется нужно уменьшать до 5 или все таки ставить частотник. Так что если тебе интересно подпишись и жалкни колокольчик, чтобы оповещение приходило. Натяжка получилась очень серьезная. Как струна на гитаре. Я даже подумываю, что это не безопасно. Ширина нарезанной ленты от 7 до 8 миллиметров. Скорость вращения 20 оборотов в минуту. Пиши какая у тебя ширина ленты и какая скорость вращения. Можно конечно смотать с бобины и использовать ее повторно. Можно просто снять и уже печатать с нее, если у тебя есть запасная. Неплохой прут получился. Очень ровный и твердый, но кое-где все равно есть зазубренный. Контора работает, но скоростью не нравится. 20 оборотов в минуту это очень многое мне кажется. Есть конечно движки и 5 оборотов в минуту и 10. А каким еще способом можно уменьшить? Думаете еще одну шестеренку поставить? Или все таки частотник? Как я и предполагал аппарат не обошелся. Приблизительно в 2000 рублей. Но добавьте еще 1000 если будете печатать заводским пластиком. С электроникой в этом аппарате разберется любой. В отличие от предыдущих версий. Где нужен блок питания, микроконтроллер, шаговый двигатель, дисплей. Да еще и основу программирования. Чем проще тем лучше ребята. Недавно мне пришел мотор взамен сгоревшего на китайском экструдере. И куплен конечно же он с помощью вас. Так же как и эта электроника. Вот эти ребята которые мне помогают. Спасибо огромное. Монетизации то нет. Ну а я с тобой не прощаюсь. Главное не болеть и хранить тебя Господь. До встречи дружище. А давай не стесняйся. Пиши свои безумнейшие идеи. Которые я попробую проверить. А работают ли они? И вообще некоторые не отмонтированные куски. Смотри в инстаграм. До встречи. Удачи. Удачи! 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 Удачи!